Вы самые основные, так скажем, последние звезды в этой цепи, чтобы перечислить создать все вовремя? Да. А у Вас здесь, по-моему, в последнем деле, в зиму нести в конечном зоне? Да, да. Ну, по-моему, в принципе, где-то, конечно. А так, может быть, вопрос вы? Алексей Маратьев, вы увидите последний факт, а будет со мной больше лет на перечисление сверху уровня Женщинского фонда? Дети, семьи получают... А также находившие дети, семьи получают длинные участки. Будет ли дальнейшим способ встретиться специального взаимодействия? Конечно. Мы не останавливаемся. Помимо федеральной целевой программы, которая работает до 2017 года, мы приняли свои региональные программы до 20-го года. Ну, я убежден, конечно, что и федеральная будет программа. Но, тем не менее, мы, по крайней мере, мы сегодня идем в темп, который мы взяли. Вот до конца будущего года 627 человек. В общей сложности, по всей программе, мы сложно шли не те, кто был признан в тех же тип домах, которые были признаны аварийными. Даже в 1858 мы до 2018 года пересели на дизайн. Это что касается аварийного дня. По детям-сиротам мы заложили не разово, а ежегодно. Теперь это уже за норму. Ну, вы видели, наверное, 100 квартирный дом в этом году. 26 квартир в районах. И новый дом закладываем в этом году еще немного квартир. И здесь у меня, точно не помню, 64 или 68 квартир. И это будет делать неугодно за счет свежих господеканского бюджета. Есть, ну, скажем так, более глубокие задумки. Может быть, и в вашем стиле стоит поучаствовать в этом стиле, что мы готовим сейчас рассмотрение фурала о семье сессии. Мы это планируем сделать для работников здравоохранения и для работников образования. Мы первый дом для педагогов построили, знаете, для учителей. Да, он был, скажем так, мы называем его социальным, но он, конечно же, был ниже коммерческой стоимости рыночного метра, который смогут нас последующими внести. Мы хотим пойти как? Что мы предлагаем? Мы предлагаем, во-первых, государство возьмет на себя погашение процентной ставки по импотенту. Это раз. Во-вторых, на сегодняшний день правительство обсуждает в зависимости от наших экономических возможностей от 25 до 50 процентов стоимости рыночного метра. И для врачей, для учителей это будет, конечно, очень серьезный поскольку. Но и для работников бюджета, если вы работаете, именно к такому, пусть вы муниципальному пределу, тем не менее, мы могли бы совместно с вами, может быть, и вашим предприятием, строить жилье для вас, для самих себя. И это не только листа вотоканалов, это многие другие учреждения, администрация городская, и другие городской зеленые хозяйства, допустим, дорожники. Все могли бы участвовать в такой среде. Сегодня република располагает достаточно серьезные потенциалы экономическими и финансовыми, чтобы позволить себе вот такие проекты. Мы полагаем, что вот к осени мы вот этот вот пакет законопроектов разработаем, предложим его к Уралу. И тогда вот, вернее, сначала, конечно, на общественность, допустим, послушаем мнение людей, ну, а потом посмотрим, что скажут наши законодатели и депутаты. Какие еще, может быть, вопросы, пожелания? Расскажите, чем живете? В столовой у вас замечательная. Я посмотрел в ваше меню, там чуть ли не на какой ресторане, на выбор. Два первых, два вторых, ну, это три или четыре карнира. Ха, хорошо живете. Да, мы решаем мониторную работу на объект, что объект от нас доступен. Это важно, это важно. Мы тоже провели, в объект, получается, что потратится, если вы заработали в объект. Сейчас они здесь поделись. Мы все горожали. И все всегда знаем о том, что где другу прорвет, кто дали вас. Стрелочник. Но, слава Богу, в последние годы это все случается лет за лет. А это даже не так о чем говорит. О том, что вы, ваш трудовой коллектив, очень сложный и хорошо работает. Мы все прекрасно понимаем. Мы в подъемном будущем говорили о том, что изношенность сетей очень высокая. Капитально серьезная реконструкция за последние десятилетия, я нескольких десятилетий, начиная даже с советского периода истории, не было в городском хозяйственном и стране. Есть мысли, есть серьезные соглашения. Мы, в принципе, ожидаем это то, о чем, кстати, президент говорил. Вроде бы, с одной стороны, коммерчески не совсем прибыльные отрасли, но в крупных мегаполисах она работает. Я знаю, что вы изучаете и городские, и городское собрание изучают. Я имею в виду привлечение инвестиционного капитала на условиях концессии. Тут надо подумать десять раз, конечно, но тема интересная. В принципе, понятно уже, если заниматься тотальной реконструкцией всего, всей городской сети водопроводов, канализаций и так далее, и так далее, ну, у нас, я же просто на простудине, у города не хватит. Или это растянется на долгие-долгие годы. Есть возможность сделать, ну, по крайней мере, в ближайшие годы несколько серьезный прорыв. Но вот тут нужны информации. Но еще раз повторю, об этом, конечно, надо серьезно говорить. Хотя, еще раз скажу, что это было поручение президента. Вы помните, год тому назад он говорил о коммунальном хозяйстве. Кстати, в листе проводил совещание в прошлом году по жилищно-коммунальному хозяйству. По строительству, по переселению аварийных деревьев, о чем уже спросили. Но, в частности, я говорил в том числе о том, чтобы привлекать инвестиционный капитал. Реконструкции сетей городских, электрических, водок, инвестиционных, не важно. Спасибо. Спасибо. Если что, я говорю, спасибо, что приезжали сюда. Коллективный огромный зал. Мы посмотрели, сейчас хочу показать вам, с чего это живет. Как бы вода покупает в город. Спасибо. Спасибо. Удачи.